Ты немножко старше, но всегда молодой, и это так, поэтому так просто с тобой взаимодействовать, потому что я всё время думаю, что я моложе и вроде тоже молодой. А вот за то, что мы вместе идём по этой дороге, ощущая безусловную поддержку в сложное время, которое жизнь протекала, пережившие фактически три формации. Социалистическую, которые всё равно были людьми уважаемыми, ты был уже просто лидером всей профессии, когда тебя избрали президентом Союза архитекторов СССР. Это высшая общественная награда и признание в нашем профессиональном цехе. Этим можно гордиться. Затем непростой переходный период, когда надо было сохранить целостность цеха. И, наконец, нынешние 20 лет, в которых первой профессиональной научно-творческой организацией была Международная академия архитектуры отделения в Москве. Это было удивительное изобретение, которое потребовало в том числе и гражданского мужества, и организационного творчества, которое в эпоху всё-таки определённой растерянности, непонятности существования архитектора вылилось в создание первой в новой возрождённой России профессиональной научно-творческой организации. Президентом стал Евгений Григорьевич Розанов. Это было тогда, по тем временам, естественно, потому что он ещё старше. Ну, это было ещё естественно. Следующим за Евгением Григорьевичем единогласным был избран Юрий Павлович в силу его высокого авторитета, его международного авторитета, его известности, авторитетом перед властями в том числе, и вместе с тем его демократичность, управлением, взаимодействием со всеми людьми. Не случайно поэтому Международная академия архитектуры отделения в Москве собственно была одним из промоутеров и Российская академия архитектуры и строительных наук. Небольшая разница в возрасте, но вот то, что я говорил, как она у нас вот с тобой существует, но всё-таки тот, кто идёт с летом, чувствует себя более защищённым. То, кто впереди берёт на себя первые порывы ветра, непонимание, первое отрицание, потому что всегда, знаете, как происходит, это не может быть, что-то в этом есть, давайте попробуем. И вот это попробовали, и получилось очень интересное взаимодействие двух академий, которые естественно совершенно и органично, поскольку и тут, и там мы решаем одни и те же творческие задачи на самом деле, только, может быть, несколько разными методами. И сегодня то, что мы подписываем документы о сотрудничестве, я бы сказал, что это момент тогда, когда любящие друг друга персонажи идут в ЗАГС и ставят печати. Вот здесь печать сейчас поставлена, всё, мы вместе, навсегда, знаете как, нас соединяет Господь. Поэтому не только с лёгкой душой, но и с большой радостью я подписываю этот документ от имени Российской Академии Актура и Строительных Наук. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok